Пожалуйста, читайте тогда, потом я. Пожалуйста, читайте тогда. Пожалуйста, читайте. Вражда с Демаретом появилась у Лиутихида. Угу. Готовность... Видимо, не готовность. Готовность от клеомена? Готовность от клеомена? желание от клеймены я не понимаю желание или по желанию по желанию клеомена или нет он обвиняется меняется за то что схватил жену ну вы видите что там котомнями в медиа пассивной залоге да а не просто котомни ну поклялся а или он обвиняет наоборот он обвиняет дима ретто ну все равно и протехемия не понимать а что такое протехемия желание и стремление готовность и сердце рвение из желание клеомена Я бы сказал, с подачи клеомена. А, с подачи клеомена, да. С подачи клеомена, с подачи клеомена, леутихид клятвенно обвиняет, то есть клянется и обвиняет кого? Деморетто? А, с подачи клеомена. Нет. Это вообще наречие на ос, видите? Софос. Далирус. Это наречие. А его нет словаря? В дворецком нету, да? Есть, есть, да, подобающе, да. Оно есть, да, есть, надлежащим образом. А, незаконно правит. Ну, в чем он его обвиняет конкретно, да? В том, что тот... Да, говорит, что тот незаконно правит. Спартой. А, не будучи ребенком Аристина. Да, да. Ну, да, да. Заявляю, что тот не является ребенком Аристина. В этом он его обвиняет. Там Юрий подошел. Юрий, прочитайте. Здравствуйте, прочитайте следующее. Метадетен. Метадетен, вот это, да? Катамасиен, эдзилуке. Сейчас подумаю. О чем здесь идет речь, что у нас? О том, что обвиняют Лютихид, Димаретта. Что тот не сын Аристина. Да, я вспомнил. Катамасия – это, наверное, то самое слово, существительное от глагола котомними. Клятвенно обвинять. После удовлетворения. То есть, под этим обвинением? Я так понимаю, после? После этого обвинения, наверное… Значит, после этого обвинения, он… Сейчас ображу. Сейчас ображу. Посмотрите, у глагола «анасодзе» есть значение не только «спасать», но еще «напоминать», «вспоминать». «Напомню те слова», сказал, значит, когда этот придворный раб ему сообщил, что у него родился сын. Ну да. А он же… Он – это, получается… А он сложами… Простите. А он – это отец Димаретта, он, сложив эти месяцы… Сложив эти месяцы, сказал, что он не его сын, имеется в виду. Ага. Ну, Сергея нету, да? Сергей есть. Есть, Сергей, да. А, Сергей, пожалуйста, читай. Следующий. Так, это который начинает с «ту-то-де», да? С «ту-де», да. Так, «ту-то-де» ипибателлон ту рхематос хо леучук хидес, а пепхаине ту демартон, уте экс аристонос гегонота, уте хикнеуменос, беси левонта спартес. «Тус еб хорус, мартюрас, парекхоменос, кейнус, хоитоте этюнгханон парет дрой те эонтес, кай акусантес, таута аристонос». Так. А, секунду. Так, «леутик хид» получается. «Основываясь эпибателлон туто ту рхематос, ну, рхематос, как здесь перевести?» Ну, «рема» – это слово. То есть на слова, наверное, да? Основываясь на слове, что… То есть на указывающем на то, что демарат не из аристона, то есть гегонота, да? Демаратон гегонота, то есть не сын аристона, и не «хикнемменус» – это как бы не по закону, а царствует над «спартой». Вот он же, аристон парекхоминус, то есть он представил, представляя в качестве, здесь, видимо, «аккузативус дуплекс», в качестве свидетелей эфоров, тех самых «кейнус» и «хорус», которые «хой» в то время «этюнгханун парэдрой», то есть были парэдрами, то есть заседателями и слушателями, которые тогда заседали и слышали это от аристона. Давайте я там. «Тэлус де эонтон периаутонной кэон эдокс эспарти этаси эперес хэто хэстэрюм то эндель фоси эй аристонус эй епас го демаратус». И, наконец, дальше на «генетитус абсолютус», наконец, поскольку у них возникли об этих вопросах, насчет этих вещей какие-то разногласия, споры, конфликты на ЭКОС, на ЭКИОН. Ну, наверное, это как-то безлично. Или кто-то решил, или было решено, было решено испытать оракул, то есть спросить оракул в Дельфах Спартиэтосе. Это такой аллокатив, интересно, Спартиэтосе в Спарте было решено, не знаю, было решено испытать оракул, спросить оракул у Бельфийский, является ли демарат сыном аристона. Хочу выяснить, Спартиэтосе. Это как от Хеннесси Спартиэтосе. Честно говоря, не нахожу это выражение. Тогда спартанцами было решено. Наверное, спартанцами было принято решение спросить оракул у Бельфийский, является ли аристон сыном, то есть демарит является ли он сыном аристона. Давайте дальше, да, Дмитрий. А нашу дегеномену эк поновиест тез Клеоменеос эстен Петхием, энтаута проспеиэйтай Клеоменес Кобана тонна Ристофанту, andra энд Дельфойси и диностеуонта, мэгистон ходе Кобан периолан, тен Промантин она Петхием та Клеоменес эбулэто легест хэлэгейм. После того, как это было доложено, вот это вот доложение свершилось пихи, 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 по научению Клеомена там Клеомен да, да, там Клеомен притворился или прикинулся? да, прикинулся этим Кобаном Аристофановичем, мужчиной, человеком, властвующим в Дельфах, мужчиной каким-то великим Кобан, она Пейтхо, уговорил, уговаривает, или подкупает, или убеждает переала этого пророка. Так Клеоменес эбулэто легест хэлэгейм. Что тут может быть? Анна Пейтхо, я не помню, что с приставкой это означает. Ну, уговорить или подкупить, я думаю, подкупил на вот этого Промантина Анна Пейтхо, пророка Пириалана, он подкупил. Вот я не понимаю, что Та тут, значит. Наверное, легиэнта, мне кажется, так сказано странно. А-а-а. Я не уверен, сейчас уточню. То есть, убедил его, подкупил его, чтобы он сказал то, что он хочет, он захотел. про Клеомена. Что хочет, что, то, что хочет, чтобы было сказано Клеомен. Наверное так. Угу. Мне кажется. То есть, сложный араб. Просто поел, я не уверен. Чего? Просто поел. А, он был, он был, он был, привлек на свою сторону, да, я не то взял слово. Клеомен привлек на свою сторону Кабон, а Ристофановича, мужчина, управляющего в Дельфах, Кабон, да, 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 он привлек на свою сторону. А есть такое значение, а, склонил свою пользу. Да, да. Склонил, да. А Кабон, да, в свою очередь, подкупил, либо убедил деньгами вот этого Мантиса, периал, но чтобы он сказал то, что Клеомен хотел, чтобы было сказано. Вот так. Да, да. Дальше с Юрием, да? Угу. так пифе этого убеждена и как раз да получается а нет спрошенная так пифе спрошенная нет не она была спрошена вроде как бы думать она я подумал что она кто-то виды тут активно и она умножь надо да да ты генсис абсолют это понятно да это таки это получается к терапону относятся она была спрошена да но формально написано не так то есть когда вот эти блины теопропы начали ее допытывать да наверно так формально подлежащие здесь не она а вот эти опропы послы я прописали пишет пророчествующие поэтому что-то подумал а вот посол да точно все вижу да да пифе когда ее спросили послы да она рассадила что арестон не сын димаретта позднее однако через некоторое время однако значит вот это вот это вот стало известно и кого он кого набежал из дельф и переала пророчица до вершила и прекратили как бы ее и ем бы везу не знаю как тимыз но не магистратуру конечно сама наверно я сказал что она была лишена лицензии вот так ну да 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 она сказала решила да что он не есть ее сын а ты почему тут мы и окрином и вроде бы должно быть у по идее как будто бы из какая-то субъективность она сказала по ее мнению на мы появляются когда и субъектив наверное пророчествах наверно всегда есть субъективность вы хотели что сказать ей но это же скорее все неправда оказалось поэтому объективности точно нет раз ее подкупили ну наверно пойду да так дальше сергей а потом я да так так Здесь кота паусин, хутое генето. То есть таким образом произошло низвержение с царской должности Демарета. Не знаю, зачем здесь второй раз кота. Просто, наверное, Демарета бежал из спарты к медианам по причине следующего оскорбления. После неиспровержения царской должности Демарет был избран. Вот здесь я не очень понимаю. Эркхэ, Аркхэн. Как здесь перевести? То есть Харрид Хейс был избран Аркхэн на... Смотрите, это глагол не Гарево, Гарево, выбирать. Был выбран. Нет, это понятно, что он был выбран, был избран. Аркхэн, видимо, должность, да? То есть он был выбран на должность, а зачем Эркхэ? Что здесь значит Эркхэ, я не понимаю. Может быть, он осуществлял вот эти свои властные полномочия, будучи выбранным на эту магистратуру? Ну да. Ну да, да. То есть он правил, выбранный на должность. Я думаю, что это начинательный, а не перефект, он начал править. Он начал исполнять обязанности, выбранные на должность. Понятно, да. Так, я сейчас, да? Эсэнмен де дюмно пайдери, тхеумену де ту демаретухо леутюхидас гегоносэ де автос басэлеус ант Экэйну, пэмсэстон терапон та епигел гелотите каэласт хэ, эротатон де маретон, а гукои он те, это, ту архэмит это басэлеуин. Так, ладно. Были гипнопедии. Какие-то юношеские олимпийские игры, что ли, не знаю, гипнопедии какие-то. Были гипнопедии, и генетилс абсолютос демарет сидел на лавочке и смотрел на них. Просто был зрителем. Или это какой-то глагол тхеумену. Тхеу-реу, видимо. Тхеумэ, конечно. Да, и демарет их смотрел, эти игры, видимо. И в это время Леонид, уже сам став царем, наверное, сам став царем, вместо него, анти-экэйну, послал, ради смеха, видимо, ради смеха, чтобы поиздеваться, да, послал слугу. Шутки ради. Шутки ради, точно. Послал слугу. Спрашивающего гемарета. Сейчас вот ластха. А, и ради глумления, чтобы потроллить его. Вот так будет троллинг, оказывается. Каково это править на обычной, наверное, магистратуре, после того, как царствовал. Так что, ну да, вот так, надо вас дальше. Ну, что, ну да, я не могу. выстрадавший какой-то да и из-за этого вопроса сказавший сказал сказал утверждая что а сказав утверждая что ну такими словами говорят да вот это вот что что уже каждый из них ну каждый из двух сказал сам сказал он кстати а почему тут номинатив можете объяснить вы должны знать аутос не аутон а аутос а потому что это инфинитивная конструкция конечно да сказал что он тот же кто и сказал да что он уже ну испытал видимо да уже что испытал каждого из двух наверное и царской и царскую должность испытал и обычную магистратуру такую да да кейнон дэу дима в конце клауза у получает ударение и просто при дыхании еще ударе ну кейнон это кто это кейнон просто без без эпсилона написано он сказал что он сам посмотрите фас задает одновременно инфинитивную конструкцию и еще задает и странно акузативскую инфинитиву он же фас сказал что тот нет а тот нет не испытал а все а тот нет и мэнтой однако да спросил и и какая начинается для судьба плохая или счастливая судьба ну это это наверное еще один акузативскую инфинитива ну да 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 он добавил да он добавил что однако вот это вопрошение вот это глумливое да куда троллинг для кого для спартанцев положит начало арксейн в будущем да это футуральный должен быть интенсив а чего генитивы да либо миль миля миллиона ну скажем множество может обед или множество счастья да ну вот ну давайте дальше на дальше кто дальше юрий потом мы тебе да да я здесь я просто заглянул в комментарии чё там за несчастье а видимо просто припуганул сам не знаю а что там пишется потому что конкретно да там очень большой комментарий поэтому наверное по этой угрозе ну ладно я не буду читать там просто большой абзац тау таде паскай катакалюб саменос эйе екту тхеетру еста хауту айкио аутика де параскиас саменос параски саменос етхе тодзии буд тхюсас де тен метера екалеса сказав это и и и и и и покрывшись значит да и покрывшись он вышел с театра в свой дом это и мида да да дом а значит и немедленно немедленно приготовившись принес в жертву зевсу быка и подпринеся жертву позвал свою мать ну да так давайте дальше сергей а пикуменна дете метри эстхейс эстэс хейрас хой тон спланкном кати келветем то яде левон эстхеон сетон те аллом катаптоменос хикетео кайту хер кейю диос туде храсей мой тен алетхеием тисмэвости патэр портхологу значит пришедшей мать вложив в руки пришедшей матери что-то из внутренностей он просил говоря следующее о мать призываю свидетелей в свидетели я прошу тебя призывая в свидетели других богов и какого-то домашнего зевса не знаю что это за домашний зевс все домашнего написано геркейский у вас как-то это геркейский просто харкейос я нашел слово принадлежащее ограде односеть ну а ну это здесь да геркейский находящийся в ограде дома хранитель домашнего очага эпитет зевса да понятно ну в общем зевса чтобы да футуральный инфинитив чтобы ты сказал мне правду кто действительно муртхологу мой отец да-да а а а нет вопрос у меня что значит хой после кейрос хой тонн спланкнун хой относится к теме 3 это датив ей я так понял датив то есть матери своей гой ведь может означать и мужской род ну да и мужской женский да он сказал он сказал нет это не он сказал таким образом пришла користону в качестве жены хой хой какие-то хой да а а какие-то люди говорят еще более суетное слово пустое какое-то слово утверждая что ты а я не знаю что такое анафорбос анафорбос пастух а слов что ну я дальше дальше перейду и что я являюсь сыном его то есть пастуха слов ужас какой они говорят да вот эти какие-то еще более суетные авторы более суетной версии говорят что ты от что ты пришла от слуг блин как сюда воткнуть этот акузатив тонн анафорбон а пара наверное относится не к тонн а к тонн анафорбон то есть пора с акузативом но пара с акузативом назначает черт знает что неподходящий но вообще назначает вдоль если это неодушевленный предмет а если одушевленный то к то что ты пришла к погонщику ослов из числа челяди так сказать то есть пришла чтобы забеременеть то есть сошлась наверное я так думаю спуталась я только так могу перевести то есть они говорят еще более более дикую версию что ты пришла к погонщику ослов из числа неблагородных людей и что я его отец ой что я его его сын есть а вон только что использовался элтхайн да что ты пришла от арестона может быть глагола эрхума мы я неправильно понимаю то есть ты забеременела от понесла так сказать понесла ребенка а находиться в интимной связи 12 значение точно я не понял вы пора хотите к казачьеву привязать а не к тону эки а тогда повисает повисает а нет все нет все нет уже не хочу говорят что ты находилась в интимной связи кина с кем с погонщиком ослом ослов со двора слуг со двора то есть со двора со стороны слуг и что я являюсь его сыном а вот предыдущий элтхен означало что другое что ты таким образом вступила в интимную связь вступив в интимную связь забеременела от арестона нет нет ты пришла к арестону они говорят что ты уже беременная от предыдущего мужа а тут получается он как обычно использует в разных значениях элтхен в первом случае просто пришла к арестону а в втором случае связалась то есть переспала с погонщиком ослов вот такие дела давайте дальше если вы согласны я хочу сказать омм метрхуме тон тхеон и пэйн толетхез утэгар эйпер пепоекас титон легаменом мунэ пепоекас метаполеон де хотеологоз полос энспарте хос эристен sperма продапоион к太 Proper я поэтому я тэрхуме Пашу нэ дрхуме эйories и пэйн тонетхез малю не Wolve изначение на люте до из числа богов ведь я если сделавшие а если ты сделаешь что-то из числа сказанного и не одна и не одно сделаешь среди многого что-то я забыл это же перфект второе лицо и если ты сделаешь что-то из числа сказанного что-то из числа говоримого сделала почему сделала ну да да ну да ты сделала что-то из числа говоримого ой одна сделала ута муна и и не одна сделала метаполон метаполон среди многих нет метас с генетимом означает вместе да вместе с многими не только с погончиком ослов и то есть многие что ли прошли через погончик ослов да красавец мужчина и слово полос ну какое-то могущественное или какое-то слово обширное ну везде было везде был слух что вот это вот семя арестона не не было для зачатия что арестон не мог зачать никак смысл ну да что какое-то такое устойчивое слово ну молва наверное спартия гост надо перевести как будто бы да не просто что а будто бы будто бы у кого у арестона да третье склонение вот на нем да датив арестоне что арестона не присутствует у кэнон не присутствовала в перфекте да аенн аи бености это иметь возможность то есть не имело возможность семя у арестона быть ну да да а я не так понял ну в момент зачатия арестон находился так сказать трудом не 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 что он что него спермы так себе а да а почему его хотим модально перевести это ну а как еще у него просто нету сперматозоидов в сперме но это значит что он не способен к пойду по ее но этого интернет буквально написано что нет я думаю что это это никакой там не дуплекс это просто сперма какая-то способная к благотворение у него нет не в присутствии находится отсутствует не заключается в чем в тени да арист аристами но я не знаю а дальность добавлять ну а ну вообще это позволяет это так переводить модами да есть она ими а ну да точно еда чаще попадает секса ими до эксвести ну да эксвести да ну вот четвертое значение быть возможно то какое-то место их одно но у дженни толси длин хим напишет комментарий вот они период описательно что арест он не обладает не имеет они через погул иметь на его подвергте он им не обладает этим достоинством производительности так сказать что он не но бесплатный как видимо ну и был слух что ведь родить ран ранние жены и ранние жены ему вот аннингена это реальность а я почти дошел до таблицы а да это он он с этим пусть с ант с инфинитивом который заменяет обычные дикатив дикатив да а иначе бы да ему и предыдущие жены родили бы они не родили на самом деле а все я понял да да это и реальность спасибо нам что сказали а почему тасс юнайкос почему акузатив почему инфинитив такие я думаю это логос выйдет ну может и логос кстати да то есть как бы был логос полос вот этот вот да да что такие родили бы хотя логос вводит казалось бы хоз будто бы там логос можешь все что угодно вводить по прочим ну и и лего и логос ну да ну и мне никогда не нравится когда хоз как будто бы переводится слишком прямолинейно что дескать вот я бы сказал что дескать он бесплодный потому что дескать дальше дескать иначе бы ему и предыдущие женщины родили бы а в чем разница дескать как будто бы но если мы переводим через дескать то вполне себе логос распространяется на на две части туда и сюда а а если будто бы логос говорится он будто бы из подный а в реале как-то плохо склеить будто бы по моему будто бы но будто бы в бесплодный там гар потом ведь иначе бы кстати да татьяда гарвис есть значит это не логос на ходит и ему да ему родили бы мне кажется это не реалис или не это не реалис это возможность это не инфинктив сам это возможность это не реалис ведь я не помню как называется уянзина об этом сказано в конце не только уянзина конечно ведь и предыдущие могли ему родить тут и реалис по смыслу а грамматически тут нет реалис по моему антинфинтиву возможно ведь и предыдущие женщины могли ему родить они были нормальными здоровыми женщин но как бы читатель добавляет от себя уже в голове да но не родили не родили или я что-то путаю вроде бы есть да так вот такой казус когда пинтив сам означает возможность нет разве я придумал но опять с аптативом аптатива с потенциалюс давайте по смыслу янзин а вот есть да я нашел в сочетании с неличными формами инфинитивом только декларативным и причастием функции логических сказуемых инфинитивных и причастных оборотах ан обычно выражает возможность или противоположность действительности но кстати вот противоположность действительности и то и другое да это вы здесь нашли приложение это в янзин и частица на ее функции да которые в прямой речи передаются аптативом с ан аптатива с потенциалюс и индикативом исторических времен с ан да нет здесь да а вот сочетание с неличной формы вот с инфинитивом только декларативным возможности или противоположность действительности да ладно но все-таки как и реальность дальше ну допустим да ладно но они же мне родители поэтому реальность но могли родить поэтому это возможно то что и то и другое давайте дальше так я потерял это 69 ага все нашел так я потерял это так я потерял это так Он сказал следующее. А, значит, мать отвечала ему вот этим вот. О, дитя, после, значит, после того, как ты пришел, пришел как бы просителем ко мне, пришел умолящимся, взвалившимся, ай-пэйн, это кмэ, да? Чтобы я сказал правду. Ну да, значит, куда мы делаем. Чтобы я сказал правду. К Арестону, в его, так сказать, владение, на третью ночь... Да, Арестон буквально меня перевел к себе, да, скорее? Ну да, да, но я просто перевел, что я была приведена Арестоном. Да, да, Арестон привел. Значит... А потес протас, значит, на третью ночь с самого начала пришел ко мне призрак под видом Арестона. Началось. И он... Он... Да, он сошелся со мной. И... Сошелся со мной и надел мне венки. В смысле? Врачные венки? Венки, которые... Собой, видимо. А... Тусейхи. А где... То есть я тут не понял всю эту грамматику. А, перетитхами венки, да? Да, да. Тусейхи, которые у него были. Тусейхи. А сошелся это слово ложа, да? Здесь... Эун... Эуню. Сюнеу. То есть он слег... Слегся со мной, так сказать. Сюнеу, да. Раздели ложь. Сюнеу наумай, да, мне пишут глагол. А он сюнеу до. А, нет, дельта нету, да? Сюнеу. Да, да. Уно. Сюнеу наумай вступает в половую связь. А, ну все ясно. Так. Да. А, дальше кто читает? Венки пишут мне. Сейчас я скажу, что пишет комментарий про Венки. Венки — это важная часть истории, следуя за матерью, Аристон. И принял их, как доказательство того, что это было божественное дело. Венки, короче, это доказательство, что с ней возлег Бог, с точки зрения королевы. Бог? Именно Бог? Да, да. Ну вот, ну комментария так пишет. Венки, как индикатор статуса героя. Смотри, пиндер. Или пиндер, в общем там, не знаю, что это. Указано. Указано. Да, да, указано. Восемь месяцев? Пришел Бог и сделал ее героем. То есть она с Бога родила сначала, да? Ну, получается, она это так, да, подает. А что там у пиндера, какая вода? Я вам в чат скинул. Zoom? Zoom. Пи-фиска. Пи-фиска. Пи-фиска, да? Еще раз. Восемьдесят шесть. Ну пиндерс за счет тут авторит, можно читать на два года. вот стефаноси балло аутмана хайрун декай аутос полку на стефаноси баллорайно декай юмно он не будет читаться какие-то действительно стефаноси есть накинул какие-то ветки венки на аутмана рай но это кстати окроплять и окропил их гимном как можно крепить гимн так это монго и хоккей Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Клялась, говоря, что он нехорошо делает, отрицая это. Ведь он, придя и совокупившись со мной, дал мне венки. Да, хорошо. Что? Ореон, да мэй, катамнюменан, гваристон эмадхэ, гвоздхэйонэээто прэгма. Орестон, что такое Ореон? Это ведь не имя, да? Это хурал. А, блин, не слитная форма, хурон, да? Значит, увидев, что ли, увидев, что я являюсь катамнюменан, какой, увидев, что я проклято, что ли, не знаю. Увидев меня клянящейся, я думаю. Просто клянящейся? Ну, она же поклялась. А, видев, что я клянусь, да, вот, кстати, хурау плюс кузативус кум про Тегипио. Арестон, увидев, что я клянусь, Арестон, ну, узнал, до какой степени божественным является это все дело, да? Ну, что все серьезно, что тут замешаны боги. Ну, давайте еще одно. Ну, вот, 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 вот. Эфанас, она, конечно, пассивный аорис. То есть, обнаружилось, что венки являются какими? Экту героиу. Героиус – это какими-то героическими, что ли? Или это какой-то героин? Из храма. А, что это не простые венки, а венки из храма божественные. И обнаружилось, что венки, они вообще-то из храма. Из какого храма? Который воздвигнут напротив дверей нашего двора. Из храма, названного в честь Калиона Астробака, что ли? И эти самые мантисы, ну, это мантисы, да? Прорицатели Анаэрэон. Анаэрэон. То есть, они... Они взяли... А, и вот эти мантисы, они изрекли, что вот этот мужик, видимо, Тон Аутон, сам этот мужик является героем. Не просто мужик какой-то, да, что он является... Вот о чём речь шла в комментарии как раз про героев. А то Калеуси относится к ту Харуину, да? То есть, если он среднего рода, то это Харуин. Храм в честь героя. Я искал в Сураре, по-моему, там два варианта было. Геро, нет, это средний род, да. Это как бы героин называется, да? Храм в честь героя. То есть, вот он так называется, да. Астробак. Наверное, героин, посвященный в генитиве Астробаку, может быть так. Согласно АТО, ТО, это тоже, наверное, он, то есть, храм среднего рода. Я думаю, названный в честь Астробака. Нет, Калеонтия, это вообще-то, это датив. Храм. Почему датив? Может быть, это дативус реляционис. А где датив? Калеонтия. У меня написано Калеус. А, у меня Калеонтия написано. То есть, у меня третий плюралис. То есть, храм, который, наверное, поддались, да? Который называют Астробаковским. Честь Астробакова. Ну, я не знаю, какая строчка. Я не знаю. А, так, Калеонтия, может быть, тоже третий плюралис. Просто это отеческо-дорический. Да. В смысле, глагол-то, да? Ну, не слит. Ну, да. Калеонти, Калеуси, там, дню не выпало. И вот она такую форму обрела. Не знаю. Наверное, да, не помню. Ну, так или иначе, он посвящен Астробаку, да? И этим Мантисе сказали, и зрители, что вот этот человек, это и есть вот этот герой. Астробак, наверное. А, ну, то есть там у них находится рядом храм. Из этого храма пришло привидение в виде героя. Ты его сын, получается, так? Это не Астробак герой, видимо. Герой – это фазма герой. Наверное. Тон-аутон, тут он. Вот тут он, тон-аутон, тут он. Тот самый, да, тот самый, который явился. Наверное, так. Вы знаете, что, мне кажется, что калеланти – это все-таки причастие. Пропущенное слово аномати. Анома, 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 анома с аномати. Ведь у нас есть он, анома, анома. То есть по имени называемый. Да, у нас есть акузатива с реликционностью по имени, а есть слово аномати, тоже по имени. По имени. То есть он заменяет слово, либо дополняет, либо заменяет слово аномати, мне кажется. Калеланти. Но я не отвечаю за это, не знаю точно. По называнию, то есть храм по называнию, то есть по своему именованию, так сказать. По кличке. Ну так, не говорим про храмы? Астробат, не знаю. Ну давайте дальше, я просто не знаю, чем больше приумачу. Тут дальше. Гудто, опай, эхейс пан, госсантика, и булей, ведь эхэр, эхэр эхэр, 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 эхэр. Так что, таким образом, у дитя ты все понимаешь? Сколько, сколько ты не захотел, сколько ты не хочешь узнать? Да, ты знаешь все, о чем ты хотел узнать. Ну, по-моему, отмазался он от него просто, от сына. Кто мой папа? Ну, тут привидение приходило 15 лет назад. Ну, да. Ведь ты родился из этого героя, или ты родился из этого героя, и Остробокос, герой твой отец есть? Или Аристо? Ну, или ты Аристонович? Угу. Ведь она реально, ну, я изучала тебя в ночь ту. Подождите, она сама не знает все-таки от кого? То есть она там не видела, да, ночью? Забыла. Ну, ночью, да, темно, не разглядишь. Ну, это слишком забавно. Неужели тут так написано? Ну, она говорит, так и говорит, или твой отец герой, или Остробокос, или твой отец Аристо. Ну, Аристо. Видимо, они как иудеи занимались, выключив свет любовью, поэтому она не поняла. Почему она и Рио Май тут в презенте? Как надо? Чё, чё? Почему она и Рио Май тут в презенте? Наверное, на историку. Ау. Хрен знаю, почему. Не знаю. Если непонятно, то историку, да. Ну, а какие у вас еще версии? Я думаю, что это он есть. Понял. Ну, это, короче, Прайсонс, который, как в прошлом, да? Не, ну, а Сергей, где у вас версия Трусмо? Не, ну, такое бывает, да, ну, Прайсонс Хисторикум, да. То есть, в рассказах об истории он идет туда-то, он делает то-то. Вот. Я начинаю. То есть, она же историю рассказывает, и поскольку это история, то Хисторику может быть. Больше вариантов я не вижу. Не понял. А ты понимаешь, что я зачула в ту ночь, словно? А что я, ну, что я начинаю в ту ночь? Ну, как написано, так написано вообще. А эти как перевели? Нет, они перевели историческим временем по-французски. ЖТКНКЮ. Я тебя зачала во время ночи. Они не стали повторять буквально, что написано. А, она упоминает, что она его зачала ночью, чтобы объяснить то, что она его не видела. Ну, я не знаю. Это слишком как гульварный фильм, получается, а не городок. То, что она не знает, это нормально. Мне кажется более странным, что она знает точный день. Это более сказочная, фольклорная вещь. Так, так, ну, что там дальше? Еще немножко, давай до конца предочитаем, да, вот это 69. Кто дальше? Ну, что я, да? Да, да. Тедеса умалеста, катаптантай, хуй эктрои, легвентес, хос аутос хо аристан, хо те ауто всю энгелтхес гигинаменас. Полон акунтон у фасиэйе се хеоуту эйной тон хронангар туз декамэнас у деко эксэйкейну. Андрея тон таютан кейнастута, а перхипсе то эпос. А что касается того, чем больше всего клянутся враги, чем больше всего заклинают враги, говорящие, что Арестон сам, когда ему принесли весть о том, что ты родился, при многих свидетелях не признал тебя своим. Дальше, значит, цитата, что время же 10 месяцев еще не прошло. Айдрея, Айдрея, незнание, неведение, простите, то он бросил это слово из незнания. Из незнания такого рода вещей, да? Да, спасибо. ТИКТОСИГАР ГЮНАЕКЕС КАЙ ЭНАМАНА, КАЙ ХЕПТАМАНА, КАЙ УПАСИДЕКАМЭНАС, ЭКТЕЛЕСАСАЙ. ЭГОДЕСЕ ОПАЙ ХЕПТАМАНОН ЭТАКУМ. Ведь женщины рожают и как 9-месячных, так и 10-месячных. И не все 10 месяцев ЭКТЕЛЕСАСАЙ. Как бы дожидаются не всех 10-месяцев. Не вынашивают, видимо, плод все 10 месяцев. Я же тебя, сын, родила 7-месячных. Она просто лапшу вешает. Все знают, что надо 9-месячных. Ну ладно. Мы же тогда не знали. Ну это сложно не узнать. Я просто взял, замерил и все. ЭГНОДЕКАЯ. Для этого не надо быть Архимедовым. ЭГНОДЕКАЯ АУТОСГО АРИСТОН УМЕТАПАЛОН ХРОНОН РОСАГНОЯ ТОЭПОС ЭКБАЛУЙ ТУТУ. Узнал же и сам Архимедовый, спустя не очень большое время, что это слово, ТОЭПОС ТУТУ, что это слово ЭКБАЛУ было брошено, что ли? Что он произнес это слово, так сказать, ГОСАНОЙЕ. Ну, наверное, не подумав, в общем, из-за неразумия, как он сказал. И давайте еще одно. ЛОГОС ДЕАЛУС ПЕРЕГГИНЕСИО СТЕС ДЕАЛТУ МЕ ДЕКИО. Декио – это Деку, наверное, должно быть. Как бы в нормальном таком виде. То есть это императив, видимо. Так. А, да, императив, она говорит своему сыну. МЕ ДЕХУ, не принимай. И прочих слов, ну, можно сказать, слухов. О СВОЕМ РОЖДЕНИЕ. Да. Ну, и Дима, закончите тогда, на сегодня. Вы здесь еще? Угу, да, да. ТАГАР, АЛЭТ ХЕСТАТА, АЛЭТ ХЕСТАТА, ВАНТА АКЕКВАС, ЭКДЕ ОНОФОРБОН, АУТОТЕ ЛЮТИХИДЕ КАЙТОЙСИ ТАЛТА ЛЕГУСИ ТИКТОЕН ГАЙ ГНАЙКЕС ПАЙДОС. Угу. Ты услышал, прослушал. Ведь все на правдивише. ЖЕНЩИНЫ ГОВОРЯТ Или нет? Тут пожелание есть. Оптатив такой, упасываю свои функции, ТИКТОЕН. Пускай, наверное, да? Пускай женщины рожают. А, пускай женщины рожают детей? От эс-киперов, ну, от этих погонщиков-ослов. И от... Вот этого... И от самого Леутихида. И... Нет, тут не сказано ЭК Леутихидес. Ой, да. Пусть женщины... А, и Леутихиду, да? Пускай. Не только ЭТОСи, А здесь у нас... ОМИССИЯ, так сказать. И тем, которые... Ой, да? Ой, пропущенный. Которые ТАВТА ЛЕГУСИ. Наверное, так. А, нет. Такое говорят. ЛЕГУСИ, это можно причастие еще. И говорящим такое. Нет, без ГОИ можно обойтись. То есть, пускай, пускай, оптатив, женщины рожают детей. От кого? От этого, в общем, погонщика, от длинного. И самому Леутихиду, и тем, которые это говорящие. Говорящие. Такое глупое, наверное, да? Да. Давайте остановимся. Завтра, тогда в 4, да, у нас дочитываем первую песню Одиссея и лонгой читаем, да? Да, спасибо. Да, спасибо. Всего доброго. Счастливо. До свидания. Спасибо. Счастливо. Спасибо. 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 Продолжение следует...